Последние майские деньки на дворе, многие собираются на море, конечно же, главное, что нас беспокоит в этот момент, как же мы будем выглядеть на пляже в новых купальных костюмах. Сегодняшний гость об этом беспокоиться абсолютно не стоит. Итак, я представляю вашему вниманию Светлана Ленивцева, финалист Кубка Европы по фитнес-бикини, серебряный призер Кубка мира, абсолютный чемпион Молдовы. В общем, это человек, с которым все в порядке. Вот я тут так же еще прочитал, двукратная чемпионка Одесской области по бодифитнесу, ну и так далее, и так далее. Очень много всяких регионов. Как вам удается поддерживать свое тело в прекрасной форме? Это регулярные тренировки и сбалансированное правильное питание на протяжении многих лет. Вот, наверное, хотелось бы начать нашу беседу именно с тренировок. Какие упражнения лучше всего традиционно помогают для того, чтобы избавиться от наплывшего за зиму жирка? Ну, для поддержания тонуса мышечного я использую силовые тренировки с отягощениями, штанги, гантели. Естественно, включаю кардиотренировки. Это либо ходьба в горку на беговой дорожке, либо это кардио утренняя, либо вечерняя. То есть уже смотрю по расписанию дня, что помогает сжигать именно жировую подкожную прослойку. Но вот если у человека особо нет времени, чтобы ходить в зал и заниматься фитнесом, какие использовать ему методы для этого в домашних условиях? Вот опять же бег, да, ходьба. А что еще можно использовать, чтобы помочь себе? Можно заниматься в парке, да. Чередовать как бы бег, ходьбу и какие-то различные упражнения. На турниках, на брусьях, поддержание вверх, спина. То есть можно прорабатывать все, не ходя в фитнес-клуб. Также дома можно приобрести какое-то оборудование минимальное, разборные гантели, мячик, коврик, резинка, эспандер и тренироваться. То есть я вот как раз и хотел спросить на этот счет. В последнее время очень модно ходить в тренажерные залы и так далее. Панацея ли это или можно обойтись и без этого? То есть занимаясь исключительно дома или, допустим, ходишь по офису, налил себе большую-большую кружку чая, 15 раз поднял, опустил и вот все, рука уже поднакачалась. Нет, ну этого, конечно, не хватит. В зале действительно достигаешь все-таки каких-то поставленных целей и задачей. Но если у человека хватает знаний для того, чтобы заниматься дома, то да, можно. Ну дома сложновато заниматься. Тем более там нет человека, который бы заставлял, какого-то тренера, который бы говорил нет, еще, еще, еще. Ну у некоторых мужчин есть супруги на это, которые говорят, ай-яй-яй, заплыл жирком и все. Нет, дома хорошо как бы начинать заниматься, подготовить себя к залу. Я как бы на себе это тоже испытывала, какие-то минимальные там 6-8 упражнений для подготовки зала, чтобы уже прийти в зал и полноценно начинать заниматься. А сколько лет вам понадобилось, чтобы такую замечательную форму обрести? Ну я занимаюсь уже больше 10 лет. Есть одна очень распространенная проблема, особенно у мужчин, особенно у мужчин за 30, это такой наплывший вот в этой вот части тела жирок. И причем зачастую начинают его сгонять каким образом? Качая пресс. Но я, насколько слышал, это не совсем правильно. То есть это только способствует наращиванию живота. Как с этим справиться? Ну, во-первых, чтобы убрать жировую прослойку, одним силовыми упражнениями накачка пресса этого не добиться. То есть обязательно, в первую очередь, это нужно правильное питание, составить свой рацион правильным образом. И, естественно, это кардионагрузки, желательно ежедневные, чтобы этот бег хотя бы до часа доходил. То есть час длительности? Да. Ну, начинать не с часа, конечно, можно начинать с 20 минут и каждую неделю прибавлять по 5 минут. Ну, как я читала, чтобы именно были видны кубики, все равно какой-то минимальный процент жира должен остаться, чтобы именно рельефность какая-то возникла. Или это тоже не так? Ну, 10-12 до 15 процентов жира подкожного должно быть. Кстати, вот многие начинают подготавливаться к ляжному сезону буквально так, что у нас май, значит, у меня есть 2 недели, я там использую себя. 2 недели до моря, срочно, срочно. За какой период времени необходимо начать этот процесс? Ну, как минимум за 3 месяца. И то, смотря в какой подготовленности находится человек. То есть, если есть люди приходят и говорят, я хочу за 2 недели сделать результат, ну, к лету подготовиться, я говорю, ну, наверное, к следующему лету получится. То есть, дорогие телезрители, если вы прямо сейчас решите начать тренировки, планируете отпуск на сентябрь. Да, как раз бархатный сезон, по-моему, очень хорошая идея. Ну, вот давайте вернемся к вашим достижениям. Вы даже вот буквально этой весной тоже участвовали в нескольких соревнованиях. Расскажите нам, пожалуйста, что это были за соревнования, какие успехи вы добились, каких успехов? Да, я очень хотела попасть на соревнования в Киев. Это соревнование World Ladies' Cup называется Кубок Мира. Коммерческие соревнования. Первый раз в моей жизни были коммерческие соревнования. Я стала серебряным призером, и я очень довольна своим результатом. А можно спросить, как это обычно происходит? Так же, как мужчин? Мажутся всевозможными маслами для кожи и так далее или нет? Это не всевозможные масла, это специальный профессиональный грим. Да, как женщины, так и мужчины. Все одинаково подходят к соревнованиям. Есть там какие-то секреты, каким образом выделить правильно нужную мышцу и так далее? Выдайте, пожалуйста. Подрисовать. Пока что-то. Что, правда, есть такое? Нет, ну, чтобы рельеф тела смотрелся лучше. Для этого спортсмены сливают лишнюю жидкость. Двое суток примерно не пьют, где-то мочегонные попьют. Ну, и грим, конечно, дает свое на сцене. Тело, накачанное в гриме, гораздо смотрится рельефней, чем без него. Олеся, мне кажется, я нашел выход для пляжного сезона. Можем все специально в гримах. Да, и выходим на пляж. Какие у вас в ближайшее время ожидаются конкурсы, мероприятия, соревнования и так далее? Значит, сейчас у нас межсезонье, подготовка к сентябрю. В конце сентября, с 26-го числа, будет чемпионат Арнольд Классик в Испании. И молдавская команда упорно будет готовиться. Будем ехать туда выступать. Вот скажите, у вас полка уже вся полностью забита призами и медалями? Или есть еще местечко? Место есть еще. А, то есть для чего, для чего? Вот для медалей и кубков место всегда найдется. Насколько сложный процесс подготовки к такого рода соревнованиям? Насколько ответственный? Очень сложный и очень ответственный. То есть это, во-первых, это режим дня. Это очень сложно соблюдать, кушать по времени, заниматься. То есть ты не должен не болеть, никаких ЧП не должно происходить. А если вдруг простыли? Или хорошо, в чем секрет не болезни? А как не болеть тогда? Как не болеть? Ну, восстанавливать организм, спать положенное время, положенное 8 часов в сутки, например. Обязательно пить витамины и восстанавливающие комплексы, аминокислотные комплексы. Сколько для того, чтобы подготовиться именно к конкурсу, вы тратите в день, чтобы придавать себе необходимую форму? На тренировки в нити? Да. Ну, час-полтора. И это вполне достаточно? Нет. То есть я думала, там по полдня. Да, по 8 часов в день. Нет, нет, нет. Тяжелый элемент. Нет? Больше часа я не рекомендую заниматься. Ну, в таком случае мы надеемся, что ближайшие соревнования будут максимально благоприятными, позитивными. Привезете максимальное количество медалей, как вы вообще когда-либо привозили. Будем стараться. А телезрителям вы сколько посоветуете заниматься спортом, чтобы вот, если они начинают сейчас приводить себя в форму, чтобы как бы побыстрее этого добиться? Хотя бы даже с этими же 2 месяца. Вот сколько в день надо на это тратить? Ну, для начинающих я бы советовала ходить 3 раза в неделю, заниматься спортом, либо в спортзал, либо бегать. Ну, и уже когда организм адаптируется к тренировкам, где-то, ну, через полтора месяца можно подключать одну-две тренировки еще. Но трех тренировок для достижения каких-то результатов это мало. Нужно минимум 5 тренировок в неделю. Светлана, напоследок, подскажите нам, пожалуйста, вы говорили о правильном питании. Что подразумеваете именно вы в таком словосочетании, как правильное питание? Ну, я подразумеваю то, что дробное питание – это от 4 до 6 раз в сутки покушать через определенное количество времени. Например, через 3 часа, 2,5-3 часа – это должен быть прием пищи. В этот прием пищи должна входить белковая пища, диетическая, конечно, это не какое-то жареное мясо, отварная, либо запеченная куриная грудинка, рыба, может, творог до 5% жирности, яйца, углеводная пища, которая нам дает энергию, сложные углеводы, рис, гречка, различные крупы, вот, и обязательно клетчатка, овощи. То есть не так уж сложно, в принципе? Нет. Вот, я надеюсь, что советы, которые вы дали нам сегодня, пригодятся нашим телезрителям, поэтому огромное вам спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам, несмотря на тренировки постоянные и так далее. Да, я напоминаю, что у нас была в гостях Светлана Ленивцева, фитнес-инструктор и обладатель очень многих-многих регалий, сейчас все мы даже не успеем перечислить, и готовьтесь к лету, даже если вы не успеете прямо вот сейчас к морю, то вот к следующему-то лету будете во всеоружии. Ну, или к сентябрю. Ну, а, дорогие друзья, узнать, подходит ли сегодняшний день для тренировок или нет, вы сможете из гороскопа, благоприятен он будет или нет, подскажу. Ну, звезды.